Промукли зимой. Жильцов многоэтажки в новом микрорайоне Алматы Акбулак буквально заливает кипятком. Причем происходит такое в третий раз с тех пор, как дом сдали в эксплуатацию в 2012 году. Пострадавшие винят во всем компанию, которая занимается обслуживанием объекта, а она в свою очередь застройщика. Жанна Рахимжанова разбиралась в конфликте. Вот спальная комната тоже, например, полностью повреждена. Сделали мы ремонт буквально осенью. Мебель тоже, она уже вся вздувается. Жизира Ахметова едва успевает собрать воду. Ее двухкомнатную квартиру в новом доме уже третий раз за год заливает кипятком. Молодая семья стояла в очереди на получение льготного жилья четыре года. Но радость от новоселья как водой смыла буквально через несколько недель. В новом доме прорвало кран с горячей водой. Ремонт пришлось делать заново за свой счет. Ответственность за это никто не хочет брать. У нас застройщики, строительная компания «Келищек». Их вообще даже нету, они не присутствуют ни в чем. И КСК, они стоят тоже друг на друга, перекидывают свою ответственность, не хотят ни за что отвечать. Вот, смотрите, все стены, потолки обваливаются, ну это в той комнате, в коридоре. В доме парит, ок, запотели. Воды нет, ни горячей, ни холодной, ни света нет. Естественно, опять не будет долго, вся проводка намокла. Всего несколько лет назад на этом месте был пустырь. Затем началась большая стройка нового микрорайона для очередников по госпрограмме. Правда, товарный вид дома стали терять практически сразу же после заселения первых жильцов. Местные жители, которым еще по 10 лет выплачивать кредиты за потопленные квартиры, в своих бедах винят застройщика. Компания, по словам людей, экономила на каждой детали и установила в домах некачественную сантехнику. В этом с пострадавшими согласны и в обслуживающей организации. Вот этот шар-кран, который мы поставили, здесь уже толстостенный он идет, качество. А тут стены, смотрите, вот какой шар-кран был установлен застройщиками. И эти краны везде. За это время обслуживания мы заменили все краны. Связаться с представителями компании Килищик нам так и не удалось. Между тем, пострадавшие намерены вывести виновных на чистую воду. Жители обратились в городское управление строительства с просьбой принять меры в отношении застройщика, по вине которого, считают люди, этот Новый год им придется встретить в затопленных квартирах.